Сегодняшняя цель визита в суд? Сегодняшняя цель? Дело в том, что, как вы знаете, не знаете, я стал научным и художественным руководителем дворца Мясникова. Это изумительный дворец в стиле Елизаветинского барокко середины 19 века. И вот сейчас я бываю в Питере, ну, где-то раз в месяц стабильно в последнее время. И, конечно, совпало, что заседание по этому комическому расчленителю, который проиграл мне уже два суда, и я знал, что приедет Александра, я знаю, сколько она моталась вот эти почти два года. Два года не могут посадить убийцу, цацкаются с убийцей. Это беспрецедентное безобразие. Я знал, что Александр, так сказать, мотается, и погода жарка, и я просто обязан был, я считаю, поддержать, но тем более я в городе, почему не прийти, почему не быть рядом. Я считаю, что это просто моя такая джентльменская обязанность. А сегодня не было лично, и с того, у вашего парня, как был полковый КС, что говорил бы вы? Нет, я не слышал, я гулял по коридорам, и у меня было много звонков. Но поскольку этот человек абсолютно гнилой, очень подлый, потрясающе лживый, знаете, я как историк могу сказать, что таких лживых по натуре людей, наверное, мир не знал. И его наглость тоже беспрецедентная. Вы думаете, что это интересно слушать, что говорит лживый человек, тем более обнаглевший, тем более загранный в угол, но с ним цацкаются? У меня вопрос, почему с ним цацкаются? Возможно, это неспроста? Тот, что мышечный адвокат, с кого-то нашел, 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 перед того, он не дефиндерский, и внуковый, я не очень много. И последствия, что ваша сторона была... Да, я вам сразу скажу. Я не смотрел, я не смотрел, мне все, мы знакомые, помощники прислали, все не смеются, простите, все ржут. Но, вы понимаете, очень хорошо смотреть на комические, не очень психически здорового человека одну-две минуты. Это, вы знаете, так, ну, заблагает комедия. Но, как ученый, я могу сказать, что долго смотреть на человека, у которого есть определенные проблемы, да, это опасно. У нас есть зеркальные нейроны, мы это зеркальные. Поэтому я бы вас призвал очень аккуратно смотреть на подобные проявления приматов, странные проявления. Что касается Торгашова, то, по сути, я считаю, что он в нескольких, если не днях, то неделях от посадки в тюрьму, вместе с Гущиным, это еще один адвокат. Соколов, как вы знаете, так называемый свидетель, который ее тут вводили, который унес абсолютно ахинею, телевитал, некоторое время назад сам фактически сдал адвоката Соколова. Он написал официальное обращение с заявлением в Следственный комитет, где не просто описал то, как они устраивали это уже свидетельство. Но даже представил чеки из Сбербанка, деньги больше 300 тысяч ему переводили непосредственно до и после даты дачи абсолютно ложных показаний. Это беспрецедентно. Более того, он написал заявление в СК, что защитники Соколова ему писали и организовывали записи роликов с целью меня дискредитировать. Это было, конечно, убого, но так или иначе, если факты подтвердятся, а я обратился к Бастрыкину, обратился в Следственный комитет недавно, проверить факты, если они подтвердятся, то речь идет в этом случае о деятельности группы лиц по предварительному сговору. И надо сказать, что уже Следственный комитет регулярно мне присылает документы. Например, недавно мне присылали такие бумаги, что Министерство юстиции обратилось в коллегию адвоката города Петербурга в целью проверить факты, рассмотреть решение Саргашова статуса. Ну, это мелочи, статус, конечно, его вредно лежат, но вот из того, что я сейчас вижу в переписке в документах, если в двух словах, я убежден, что скоро они окажутся в тюрьме, может быть, в другой, не вместе с Олегом, хотя это была замечательная компания. Вы знаете, что у меня была замечательная, да, Александр, творческая идея, но это, конечно, надо все изучать, у нас нет практики, которая за год, мне кажется, что обросла новыми подробностями. Дело в том, что теперь, вы знаете, обживаются во дворце Веснякова, а это не просто дворец, там еще угодья, там огромный сад, территория, сохранились конюшни, сохранились хозяйственные пристройки середины 19 века, это центр Петербурга. Я предлагаю, пусть Олег отбывает наказание в качестве крепостного креста, но все равно мне должен деться, пусть он бывает, и теперь за год пока тянется это, значит, пресс, я не скажу при прессе, что это, да, по сути, я вам сказал, но как-то защиту я не могу назвать, это верным термином, но пусть он отработает эти деньги, которые должен мне по первому, я забыл, по какому у меня начало, прыгал на два сюда, и пусть отрабатывает в качестве крепостного креста, вот когда здесь церковь, Петербурга, конечно, он не убежит, там у нас очень мощная такая ограда, очень мощная эта ограда, сохранилась в середине 19 века, там есть конюшни, пристройки, он может ухаживать за лошадками, он может ухаживать за лошадками, как он их отработает, мне приступы переводят, судебные приступы, какие-то копейки переводят каждый месяц, как подачку, может, хочу все сразу, но у меня есть деньги, мне не нужны деньги, ну, он отработает, и к тому же он не выполнил решение суда, городского суда Петербурга, он не извинился передо мной, и я готов засчитать работу в качестве крепостного, как извинился передо мной, потому что он нарушает, с моей точки зрения, нарушает закон, значит, тем, что уже почти два года не выполняет решение суда Петербурга, вот в этом, так сказать, по-моему, нет, в этом или в соседе до слеза не вынесли, это абсолютно безобразие, поэтому вот, и там есть место, так сказать, и это индивидуальный подход, мы очень формально подходим вообще к этой ситуации, на Западе там есть отработки, частные тюрьмы, США, это, так сказать, практикуется, почему мы берем худшее от США, берем лучшее, надо брать лучшее от США, так сказать. Не знаю, но вполне вероятно, это должно совпать с моими делами, я очень, так сказать, всегда рад встречаться с вами, я рад бывать в Петербурге, это город, такой, наизайн, такой любого для меня настроения, фантастического, но, понимаете, я занят по всему миру, и в Италии, у меня в Париже сейчас коллекция, естественно, я живу постоянно в Москве, и я бы очень хотел чаще было. Весь этот сполёт я обязательно буду, по крайней мере, я бы хотел, видно, поддерживать Александру, потому что такая красивая девушка, она не должна оставаться наедине с такой дикостью, дикой реальностью жизни, хотя она блестяще с ней справляется, это действительно очень успешно, очень модно, юрист, мы всё это понимаем, но есть и другое измерение, есть измерение эстетическое. Так, всё? Можно буквально, да, 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 всегда желание, конечно, везут, это вы знаете, это третье издание, это третье издание, и здесь уже в конце есть опубликованы экспертизы из Российской Академии Наук, из Института Российской Истории Академии Наук, и Института Русского Языка и Винограда, Российской Академии Наук, которые как раз и помогли, на том числе, выиграть второй суд, вот, Соколов, Сдер, так сказать, и профессор Баранов как лингвист, да, показал, что мои концепции, мои идеи, так сказать, стащил вот этот... Он сначала расчленял мои идеи, мои тексты, а потом уже расчленил, с чем сомневался. А у вас суды закончились? Да, всё, сейчас всё закончилось, но... То есть там тоже выплаты, его встретили? Он выплачивает, ещё извинения, ещё он должен сейчас по новым судам какие-то астрономические деньги по судебным этим сдержкам и так далее, я уже перестал считать, потому что всё равно он не уплачивает. Ну, что считать, если он уже сидит? Если бы сначала, понимаете, если бы сначала отдал, а потом бы сел, ну, значит, попробуйте рассчитать. В жизни всё очень сложно рассчитывать. Хотя эти его защитники думают, что это всё я рассчитываю. Я себе рассчитывал, сначала бы я рассчитывал, чтобы он отдал деньги, и потом бы уже что-то, так сказать, режиссировать. Так же он и люди делают, да? Ещё последнее. Да. У нас не было возможности услышать ваши комментарии на приговорах, пожалуйста. Вы знаете, чисто юридически, по практике, это большая удача стороны потерпевшей, прокурора, потому что 12,5 лет – это почти максимальная санкция по данному преступлению. Но, если мы берём измерение очень фактическое, конкретное, убита молодая девушка, жестоко убита, отчленена, и убийца хотел скрыть, и не просто скрыть следы преступления, а ещё обвинить всех окружающих. Он кричал, что родитель девушек не так её воспитали, сама девушку себя плохо вела, научный оппонент виноват, то есть убит, вообще все вокруг виноваты. Ну, и я считаю, что нельзя потакать, нельзя этому потакать. И, конечно, по сути, это должно было бы быть пожизненно. Потому что, ну как, ну как, ещё посмотрите, он видит, как только Олег выходит из тюрьмы, он опять в эту секунду опасен, потому что он… Я абсолютно убеждён, что он захочет убивать, потому что в нём вот эта жестокость, она заложена физиологически. Но он же не первый раз под судом, на него не первый раз, так сказать, обращает внимание правосудие. Ещё до моего рождения он был осуждён в связи с гибелью человека, но осуждён, значит, два года… Два года не сидят, а знаете, как-то так, заочно и прочее, и прочее. Я уверен, что это сыграло роль в определённой плане. И, конечно, сейчас вы видите, что в 19-м году совершено убийство, до сих пор убийца не сидит в тюрьме. Это что же за общество, это что же за страна? И мне говорят про процесс. Я знаю, какие есть процессы. Вы знаете, как люди садятся в тюрьму за не то, что меньшее преступление, а иногда и без преступления. Вот почему общество молчит? Я не молчу. Почему общество молчит? Это же ни одному мне интересно, ни одному мне надо. Это же касается нас всех. Спасибо. Спасибо вам. Мне очень важно, я не скажу, мне очень важно отношение ко мне. И с точки зрения эмоций, вот пришли подписчики, возможно, поклонники, да? Ну, я чувствую добрую, хорошую эмоцию. Но, конечно, она не сравнится с тем, что есть ко мне Олег. Потому что вот та страстность, тот старый театр, этот масштаб спута, жеста, ну, это вот молодёжь. Перенимайте, друзья, перенимайте у стариков, учитесь у стариков вот этому, так сказать, в школе, в школе, да? Поэтому, ну, это Александр, конечно... А, да? Да, в принципе, на самом деле, как бы взаимодействовать? Вот сейчас взаимодействовать, ну, здесь сейчас с Олегом сложно взаимодействовать, потому что, как бы, я бы мог... Как взаимодействовать? Я давно предложил хороший вариант, который... У нас тоже вот эти системы пенитрационные и не резиновые. И, а сейчас у меня появился фактически дворец, дворец Мясникова, и там же есть территория служебная, прилегающая огромный сад, служебные постройки. Я предложил, пусть он отрабатывает наказание, в том числе деньги, которые еще не заплатил мне, в качестве крепостного крестьяна. Вы понимаете? Там в этом все можно устроить. Там хорошая ограда, мощь, но он не убежит, он будет нацепить. То есть это все, знаете, по уму. Понимаете? Надо как-то творчество проявлять. А когда мы так формально подходим к человеку, разве может быть человеку формально? Вы знаете, мы с этим боролись в советскую власть, не победили формализм. И сейчас, я боюсь, тоже не можем победить его. Сейчас, значит, я боюсь, что будет ввести опять формальное решение, какая-нибудь там колония и так далее. Ну где он должен отбывать наказание? Конечно, у меня в качестве крепостного. Тем более, есть петиции граждане нашей огромной страны, нашей Родины. Вы высказались относительно этого момента, поддержали, так сказать, мое творческое предложение вот относительно крепостного права. Вы знаете, это инициатива снизит. Вы должны слушать наших людей. Мы не слушаем наш народ. И скажите, пожалуйста, а как часто это бывает? Ну не так часто, как хотелось бы, но, думаю, что будет. Можем последний раз повторить? Да, 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 да. Все хорошо. Я просто... Я просто... Я просто... Я просто прожил за один, и вы вот только что-то любезное, и, например, на высоте и на высоте и на высоте и на высоте. Это разница, понимаете? Это сложнее. Потому что это в последнее время. Сейчас я настолько занят, что только если что-то исключить, там большой донар, и прочее, я этого не скрываю. Я действительно очень занятой человек, и я очень-очень хочу, вот видите, в Европе поехали крыши на левизне, а я хочу восстанавливать капиталист. Мы этим отчасти, потому что мы переболели в сарковый эпох, и сейчас у нас есть шанс вернуться к капиталисту. И это восстанавливается. Поэтому, если капиталист, несмотря на то, что капиталист очень прогибается, если под режимом, я готов принесить, что это любой из них, это всего лишь передатчик информации. Приходит хороший человек, он передает хорошее. Вот и все. Поэтому это в теории возможно, но необходимо в хорошем условии создать хорошую семью.